Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня поговорим об очередном ноже, который был предоставлен для обзора в новосибирском магазине ножей Клинок. Будет это нож спайдерка Татанка. Вот так вот он называется. Татанка слово переводится как американский буйвол с какого-то языка североамериканских индейцев, каких-то из них. И это понятно, почему нож получил такое название, потому что мы сегодня с вами имеем дело с, видимо, самым крупным складным ножом производства компании спайдерка. Поэтому вот он имеет такое название. Я, чтобы было более-менее возможно с чем-то понятным сравнить его габариты, положил два ножа в кадр. Вот это спайдерка Тинейшес, который, в общем-то, довольно небольшой DC-шник известного размера. А вот это спайдерка Резильенс, который, в общем-то, считается довольно-таки крупным складным ножом от компании спайдерка. Но чтобы вам как-то более или менее размеры можно было сопоставить, я его вот так вот положу. Я думаю, что вам будет вполне понятно, какого размера на самом деле этот американский буйвол. Такой вот огроменный нож сегодня у нас в кадре. Но чтобы более-менее было понятно, о чем вообще идет речь, скажу такую штуку. Что у этого ножа длина клинка составляет 128 миллиметров. То есть 12,8 сантиметра. Это, ну скажем так, у меня в коллекции нет ножей, которые даже близко бы стояли по размеру, по длине клинка. Причем даже среди фиксов у меня таких ножей, ну скажем так, разве что, наверное, филийный нож, который у меня существует в коллекции, он немного больше. Вот, ну давайте сейчас я так кадр приближу, и мы с вами поподробнее посмотрим на то, как тут что изготовлено. Потом поговорим о впечатлениях от этого ножа. Собственно, рукоять сделана с накладками из G10. G10 обработана очень сильно похоже на китайскую серию компании Kersha. То есть вот так, если подробую, то такая наждачная мелкая насечка. Вот, но разница заключается в том, что вот как вам сейчас, я думаю, видно, очень основательно хорошо сняты фаски. Взвешивать нож мы сегодня в кадре не будем, потому что его вес более 220 грамм. Я точно, честно говоря, не помню. Технические характеристики можно будет под обзором посмотреть на сайте производителя, если это кому-то интересно. Ну, то есть нож такой довольно тяжелый. Такая вот клипса, переставляемая во все четыре положения возможных. То есть здесь отверстия на северной, с двух сторон, здесь и здесь. Тоже можно видеть. На кармане джинсов это будет выглядеть примерно вот так. Сейчас я покажу. Мудель. Традиционная спальдерковская клипса, она достаточно хорошо работает. Она всегда такая была на твердую четверку. Это прям не что-то такое супер невероятное, но тем не менее достаточно хорошо. Вот так вот примерно это выглядит на кармане джинсов. То есть я думаю, что вам сейчас видно, что, ну, скажем так, это очень заметный нож. Более чем, я бы так сказал, он торчит из кармана, я думаю, сантиметра почти на три приблизительно. Вот в его таком стандартном положении. То есть все примерно так, как на больших колстилах. То есть, видимо, по-другому сделать просто нельзя. Отдельно хочу обратить внимание на то, как он сидит в этом габарите. То есть я его в данном случае в модели очень четко прижал к самому краю джинсов. То есть здесь в самом широком месте, я думаю, что порядка пяти сантиметров, вам, я думаю, это неплохо видно. Ну, то есть так вот просто для сравнения покажу, вот кинейшис, как выглядит на этом фоне. То есть видите, да? То есть вот эта танка заканчивается аж вот здесь. То есть, ну, здоровенный действительно нож. В общем-то, как и ножи подобного типа от компании Cold Steel, он скорее предназначен для людей, у которых, ну, скажем так, большого роста и много физического веса, которые, естественно, на такую разницу в размере ножей особенного внимания не обращают. Внутри нож снабжен, понятное дело, такими мощными стальными лайнерами. При этом надо сказать, что лайнеры эти высверлены еще и в данном случае. То есть я вот думаю, что вам сейчас там будет это видно. Да, вот так вот они выбраны, потому что иначе вес бы этого ножа был бы, ну, совершенно огромным. Клинок ножа. Ну, вот он выглядит приблизительно вот так. Спуски сделаны примерно от середины клинка. Давайте так попробуем поближе посмотреть. Немножко, наверное, все-таки здесь свет получше получается. Вот так вот сделан нож в Японии, в Сёки Джапан. Вот такое вот, собственно, клеймо автора этого ножа. Ну, традиционный спайдерка. Клинок выполнен из стали VG-10. Ну, собственно, как бы в большинстве ножей, которые у спайдерка сделаны в Японии. Вот. Собственно, что хотелось бы еще отметить. Крупный очень сильно чойл сделан у этого ножа. Но когда за него берешься для того, чтобы, ну, так скажем, выполнять какие-то, возможно, строгательные работы, да, какие-то такие дополнительные, здесь возникает некая проблема. Проблема заключается в следующем. То есть, как нож сидит у меня в руке, вот вам сейчас видно вообще. В принципе, я думаю, что вы понимаете примерно, о чем идет речь. Когда его берешь вот таким образом, благодаря тому, что здесь у ножа сделан очень большой и тяжелый спейсер, нож очень существенно перевешивает туда в рукоятку. Поэтому говорить о том, что вот какое-то более-менее точное строгание таким ножом будет удобно, ну, мне лично трудно. То есть, здесь нужно привыкать, потому что у ножа баланс сделан для рубки скорее. То есть, вот он ощущается сбалансированным, когда ты его держишь вот так. То есть, рубить таким хорошо. Вот. Ну, как бы попытаемся баланс более-менее поймать. Он где-то здесь находится. То есть, так, в принципе, он в подпальцевую выемку выведен, да, то есть, так это получается. Но, соответственно, когда, так как здесь очень большое расстояние между вот этой подпальцевой выемкой и вот этим вот чойлом вот этой выемкой, то получается, что нож очень сильно ощущается перевешивающим в рукоять. Но это вот мое такое впечатление. Рубить им будет удобно, да. И, собственно говоря, как и большинство таких больших ножей, понятно, что для того, чтобы им рубить, здесь использован некий не совсем обычный замок. То есть, по внешнему виду это бэклок, но, насколько я понял на сайте производителя, называется этот замок немножко по-другому. Я, к сожалению, просто вот сейчас в кадре не могу воспроизвести его название точно. Дело в том, что у него есть дополнительный запирающий механизм по отношению с обычным бэклоком. То есть, этот замок считается значительно более прочным, ну, по крайней мере, производителем. Ну, должен сказать, что когда здесь пытаешься трогать, тут не то, что ни намека на малейший люфт нет. Тут вообще как бы полное ощущение, что ты имеешь дело с ножом с фиксированным клинком. Обратной стороной этого дела является то, что здесь скоростное открывание ножа, вот такое, допустим, как... Не знаю, чтобы так вот показать, как оно будет натянущимся, да? То есть, вот такое вот. Для меня лично, по крайней мере, крайне затруднено. То есть, я понимаю, что, наверное, есть люди, у которых такие сильные руки и мощные пальцы, которые могут это делать. Но здесь надо сорвать клинок с двух упоров, если я правильно понимаю, на которых он удержится в закрытом состоянии. Для этого нужно предложить такое достаточно длительное и очень акцентированное усилие. То есть, открывается нож нормально. В плане механики здесь каких-то особенных проблем нет. Но просто благодаря вот такой конструкции замка открываться вот так вот, как открываются ножи с падерка с обычным лайнер-локом, он не будет. То есть, ну, я думаю, что для тех, кто держал в руках ножи с баклоком и с лайнер-локом, это, ну, как бы понятно, о чем я хочу сказать в данном случае. Вот. Собственно говоря, вот так примерно он работает по механике. Ну, мои собственные впечатления об этом ноже, пожалуй, сведутся к тому, что для меня вообще, в принципе, размеры ножей вот такие, оверсайз, так называемые, да, они для меня непригодны для эксплуатации. Этот нож плохо входит мне в карман, я не смогу его носить так, как я привык носить ножи. У меня нет потребности что-либо рубить ножом практически никогда, уж тем более складным. По крайней мере, в городе так она точно не возникает. А когда я езжу куда-то на природу, у меня для этих дел есть топор. Почти всегда. То есть, какая-то рубка подобная ножом, она лично для меня невозможна. То есть, поэтому, пожалуй, здесь не идет сейчас разговор о том, что у меня есть вот какие-то претензии к тому, как этот нож сделан. Ну, вот он сделан так, как сделан. Я думаю, что я вам подробно достаточно показал. А скорее вопрос стоит в том, что лично мне подобный нож ну, совершенно ни для чего не нужен. Надеюсь, что какие-то вот нюансы его изготовления я вам показал. Честно скажу, что, наверное, за исключением очень качественной клипсы, по-спайдерковски, ножи подобного типа от компании Cold Steel нравятся мне больше. Просто потому, что там есть такие некоторые специализированные, что ли, формы клинков, которые как-то используют то, что клинок настолько большой. А вот здесь мы сейчас с вами видим, что компания Спайдерка, ну, по сути, да, она, конечно, отказалась от спусков от обуха в данном ноже, по крайней мере. Но, в принципе, она использует свою такую стандартную форму клинка. Ничего необычного, так скажем, для них. И когда я на это дело смотрю, у меня создается такое впечатление, что, ну, как-то, что ли, не очень такая проработанная модель. Пожалуй, здесь кроме такого серьезно измененного замка ничего нового Спайдерка не нашли для клинка. А здесь это, скорее всего, наверное, было бы важно. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что свои любители на такие ножи найдутся, потому что, ну, я знаю, что есть такие люди, которые убежденные, так скажем, убежденные любители Спайдерка. И, конечно, им приятно, что их любимая компания, ну, как-то и в эту нишу, которая обычно была занята в основном колл-стиллом, да, тоже как-то как-то вошла и там работает. То есть, соответственно, можно получить вот большой нож именно от Спайдерка. Ну, вот, пожалуй, его основная ценность, на мой взгляд, именно такая. Надеюсь, что вам было интересно. Большое спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok